Всем привет! Это Найт Кроу. Играем до сих пор в Найт Кроу. Давайте по обновлению. Там кот наплакал. 14-дневная помощь воронов. Вот такая вот тренировка ордена. В конце дадут гачу на выбор. Что тут победить в монстровой арене. Разобрать предмет. Использовать золото. Очень такая хорошая тренировка. И также я не понял в чем прикол. У меня не подсвечивалось, что я могу забирать вот эти вещи. Короче, у меня осталось 6 дней. Мне как-то надо не пропустить. Хотя бы забрать этот гача на выбор. Почему-то не подсвечивалось. Не знаю почему. И также добавляется пропуск золотом за алмазы. Ну такой так себе пропуск, если честно. В прошлый раз я пропустил этот спец. И тут можно гачу покупать по одной штучке. По 50 золота. То есть за алмазы. Тут за реал. В этом прохождении я перепутал призыв скакуна редкого ранга. Я думал, это надо призвать скакуна при помощи объединения. Но нет, это именно с карт. Надо призывать. Думаю, возможно я дойду до вот этого. Еще 2 раза объединить. Попробовать. Синих скакунов в эпического. Возможно получится что-то. А, да. Рейдбосс. Не могу уходить на рейдбосса. Потому что мы знаем, что часовой пояс минус 7, где я играю. И есть часовой пояс плюс 8. Наверное там было бы намного лучше. Но можно конечно скачать программу exit lag. Который помогает, как говорят. И вы играете относительно хорошо. Потому что когда собирается большое количество людей, больше 10, все останавливается картинка, потеря соединения, потеря пакетов. И невозможно играть. Наверное это самая большая проблема игры. Но ряд при помощи софта решается. Там и не так дорого в месяц платить. Но я жду трона либерти все равно. В этой игре у меня задача это дойти до 50 уровня. И получить вторую профу. И нафармить 8000 алмазов. Чтобы запечатать своего персонажа. И продать его. Покупал вот этот пропуск. Призыв скакуна. Мне еще одну карту получается забрать. Нужно. Ну это завтра. В помощи объединения синих скакунов. Выпало вот такое чудовище. Если сравнить с тем, что было. Это просто земля и небо. Урон от оружия. Я так предполагаю. Урон от оружия это урон с руки. Скорость удара с руки. И она выросла на 40%. Также скорость заклинаний на 28. Защиты на 10. Ну и урон от оружия на 4. В целом очень круто. Если брать 41 локацию, где я стою. Там, ну 1 моб в минуту. Плюса. То это намного профитней стал фармить. Вообще защита поднялась. У меня там вообще хп не сносится теперь. В этой игре самое интересное. Когда вы берете левел. У вас поднимается защита и меткость. Тоже очень интересно сделано. В целом мы играем. Но вот эти проблемы. Раз синхронов. Очень напрягают. Если там можно где-то 2 на 2. 3 на 3 воевать. Да нормально. Но в масс замесах невозможно. Игра крутая. Отвечаю. Игра крутая. Ты капаешь своего персонажа. Собираешь. Вот к примеру. Там монетки гильдии. Потихоньку. Медленно капают. Идем вперед. Ваш персонаж растет. Получает первого скакуна. Потом там получу вторую профу. Может через месяц. Теперь я только буду собирать алмазики. Именно на вторую профу. Скакуна я получил. Хоть мне б дали на 50 уровне. Когда б я докачался. Вот такого бы скакуна. Да. Давайте посмотрим ихнюю разницу. Ну ихняя разница не велика. Но тут нет урона от оружия. Но есть снижение времени. Перезарядки 3%. Оно такое. Не знаю. Это на секундочку. Там на пол секундочки может. Программа минимум сделана. Скорость атаки очень сильно решает хилу. То что он в основном фармит именно с нее. Ну хоть скиллы да помогают. Там какой-то киллрейт дают. Но основной киллрейт это удар с руки. Там двойным уроном. Макс уроном. Критом. Идет именно от них. Вот такие вот дела. Пиши свои комментарии. Вообще как твое настроение. Всем пока.